Всем привет! Перед просмотром, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Скончалась заслуженная артистка РСФСР Наталья Назарова. Известная по фильмам любимая женщина-механика Гаврилова, Старый Новый Год и детской передачи Будильник актрисе, было 72 года, о скоропостижной смерти сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов. Причины трагедии, подробности даты и места прощания уточняются. В последние 30 лет Наталья Ивановна вела затворнический образ жизни. В квартире актрисы почти 40 лет не проводилось, никаких ремонтных работ, а комнаты были завалены хламом. Два года назад в майском выпуске ток-шоу, прямой эфир показали, что Назарова даже ест на гладильной доске. Сама она в беседе с корреспондентами пожаловалась на нужду, из-за которой ей приходится просить милостыню и даже читать стихи за еду. На рынке за огурчик я прочитала поэму Блока 12, призналась актриса. Соседи же Назаровой пожаловались, что к больной и одинокой артистке стали наведываться подозрительные личности с какими-то бумагами. Жители дома, где жила Наталья Ивановна, предположили, что это могли быть черные риэлторы. Детей у актрисы не было, с единственным мужем Вячеславом Обросовым она развелась еще в молодости, театровед выпивал. Самым близким человеком была мама, но она скончалась в начале двухтысячных. Семью хотела, а детей не хотела, потому что я принадлежала театру, поведала Назарова на камеру. Талант Назаровой признавали многие ее коллеги. Пятый муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс, который также стал гостем шоу «Прямой эфир», рассказал, как радовалась Людмила Марковна, когда узнала, что Назарова будет играть с ней в одном фильме. Речь о картине Петра Тодоровского «Любимая женщина-механика» Гаврилова. Наташа так была похожа на маму Гурченко, что все съемки та с вожделением смотрела на коллегу и каждый день встречала на съемочной площадке, поделился муж легенды кино. Карьеру Назарой погубил несчастный случай. В конце 1980-х на Наталью Ивановну напал неизвестный мужчина. Он ударил актрису по голове, и она почти год провела в больнице. Из-за черепно-мозговой травмы у звезды театра и кино развелась шизофрения. Назарова уволили за МХТ имени Чехова. Дали инвалидность второй группы. Моя карьера закончилась очень страшно. В театре у меня резали обувь, мои часы забрали. Когда я не пришла на работу, меня отчислили. Мы с мамой голодали, у нас не было денег. Чтобы не умереть, мы покупали дешевые обрезки свинины ими питались, поделилась с редакторами шоу Андрея Малахова Наталья Назарова. В рамках передачи Назаровой попытались оказать помощь. В квартире актрисы сделали ремонт, а стилисты поработали над внешним преображением. Ей сделали новую прическу, макияж, внесли коррективы в гардероб. Изменившаяся до неузнаваемости звезда кино появилась в студии прямого эфира. Она призналась, что сотрудники шоу вернули ей веру в себя. Артистка даже захотела вернуться на сцену. О дальнейшей судьбе Натальи Назаровой не сообщалось. Известно, что в 2020-м она снялась в небольшой роли в сериале Александра Назарова «Золотой папа». Напомним, что Наталья Назарова родилась 28 июня 1949 года в Алма-Ате. В 1972 году окончила школу-студию МХАТ и поступила в труппу Московского художественного театра. Снялась в 30 фильмах, в том числе, неоконченная пьеса для механического пианино и раба любви Никиты Михалкова.